Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал, Instagram и страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Татьяна Африкантова вместе с мужем Александром прибыли на поляну и заселились в ВИП-дом. Андрей Чуев был очень внимателен. Он встретил будущих родственников, накормил их обедом. Андрей с Мариной Африкантовой подали заявление в ЗАГС. Регистрация брака намечена на 29 октября. Как вы помните, год назад у них уже должна была состояться свадьба на Сейшелах. Но в последний момент Андрей сказал нет и бросил свою невесту. Так что, возможно, история повторится. Элла Суханова и Татьяна Владимировна помирились и пообещали больше не оскорблять друг друга. Элла пишет. Мы обе пообещали быть сдержанными и справедливыми. Также мы просим подписчиков помочь. Если кто-то из нас вдруг сорвется в соцсетях на оскорбление или унижение, сохраните это и прислать нам в личное сообщение. Таким образом, мы теперь вдвойне будем контролировать то, что говорим. Стал известен победитель конкурса «Тролль года». Саша Гозиас обошла парней с существенным отрывом и забрала приз в 200 тысяч. Саша пишет. Ура, мои хорошие, благодаря вам я победила. Спасибо за поддержку, за вашу любовь, я безумно благодарна. Ну а приз я использую на отдых своих родителей и дочки в горном курорте. Андрей Чуев регулярно публикует в соцсетях отчеты со строительства коттеджного поселка «Город любви». Фанаты изучили отчет о том, какой он фундамент использует и пришли к выводу, что Андрей нарушает технологию. Чтобы успеть в срок, он выбрал так называемые винтовые сваи. Подобная технология годится только для строительства в более теплом климате. В московской же области коттеджи на такой основе будут холодными, и в них нельзя будет жить зимой. Также Чуев официально зарегистрировал свою строительную фирму. Саша Харитонова и Надя Соколовская написали заявление на Богдана Бобрика за то, что он флиртует с ними. Богдана признали виновным и посадили на два дня в изолятор. Настя Волонец возмущена. Мы помирились с Богданом вчера, а сегодня Саша и Надя решили написать заявление на Богдана за то, что он не доводит дело до конца, а только лишь флиртует с ними. Девочки заявляют о том, что хотят секса с ним и больше ничего. Это говорит об их моральном облике. В прошлую среду на съемках финала конкурса «Человек-года» отличился продюсер телепроекта Алексей Михайловский. Он устроил пьяный дебош и чуть не сорвал съемки. Он мешал выступать артистам, приставал к девушкам. Из-за него съемки финала растянулись практически на сутки. На защиту Михайловского встала его супруга Наталья Варвина. Она сказала в интервью. «Ну, выпил человек лишнего, перебрал. Попел он песни, что-то там кому-то сказал. Что в этом криминального? Леша ведь не робот. Он что, убил кого-то или изнасиловал? Кому он там секс предлагал?» «На видеозаписи я не вижу ничего страшного. Просто повеселился человек». Руслана Мишина, которая недавно покинула телепроект, столкнулась с реалиями жизни. «Она ищет не только квартиру, но и работу. Девушка решила, что возвращаться домой она не будет. Она всем сердцем полюбила Москву». Руслана пишет. «Друзья, нужна ваша помощь. Я рассмотрю любые варианты работы, в том числе в сфере радио, телевидения, журналистики, развлечений, а также принимаю заказы фотосъемки». Семен Фролов не верит в Руслану. Он ждет ее в скором времени обратно на проект. «Ушла моя самая красивая девочка. Хочет побыть одна, чтобы разобраться в себе. Уверен, что все у нее получится. И она со свежими мыслями, хорошо отдохнувшая, с новым жизненным опытом, обязательно вернется на проект». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, Instagram и страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Дома-2 на телеканале ТНТ.